Оказывается, есть и свидетели и участники такого грандиозного проекта, как строительство Стаунхенджа. Особенно замечателен ответ одного из строителей. На вопрос, вы не отрицаете, что Стаунхендж был построен английским правительством во второй половине 20 века? Он с гордостью ответил, Великобритания – это великая страна, которая творит историю. Как он сказал замечательно, с двойным смыслом, как всегда. А нас интересует факт творения истории буквально с нуля. Рассмотрим снимки 1949-1958 годов. Итак, мы видим здесь начало строительства в чистом поле. Началось все с разметки, выемки для установки будущих трилитов. Газон пока свернут и сложен. Объект режимный, колючая проволока охрана военных. Здесь будет циклопическая постройка древних друида Атланта Ассура-Сирианта Ариев. Будущее мегалитическое строение – это космический портал, энергетический кристалл и тому подобное. Работа кипит, стоит неимоверно дорого, прорабы роют землю. В строительстве используется по тем временам современная техника. Тракторы, краны и так далее. Также строители не гнушаются работать и ручками. Хоть и объект режимный, на заднем плане все время стоят зеваки. И начальство очевидно. Используются мощные платформы для перевозки трилитов. Вот этому парнишке сейчас лет семьдесят, я думаю. Тут мы видим, что религиозные посвящения начались до того, как объект был сдан. Учись, сынок, набирайся опыта. Тебе еще продолжать эту славную традицию подделывать историю. Фотографий настолько много, что мы видим каждый этап стройки. И можем восстановить всю хронологию, включая мелкие детали. Если присмотреться к нынешним фото Стоунхенджа и сопоставить их со старыми фотоманипуляциями, не имеющих отношения к строительному делу, то без труда можем найти потеки рыжей субстанции, повсеместной в циклопическом литье. Отсюда многочисленные мероприятия с огнем и электричеством. И уж совсем легко можно разглядеть современное назначение постройки. То есть все эти мегалиты это отлитые прямоугольные блоки и сверху заштукатуренные под камень. Акт паломничества. Слава солнцу. Тут мы видим религиозный обряд. Посвящение в тайный орден. Магическая сила Стоунхенджа – зачатие будущей крепкой и долгой любви. Да, именно в этом месте силы люди получают свое духовное пробуждение. Шаманы стекаются со всех уголков страны и не только с Великобритании, но и с соседних стран. Просвещенные возносят свои молитвы древним богам, построившим этот Стоунхендж, загадочный и непостижимый. По древней английской традиции – выйдем в поле, обнимем мегалит, подпитаемся жизненной энергией природы. Колдуны и ведьмы приходят сюда и получают новые магические способности. Я думаю, после такого набега приходится травку менять, газончик перекатывать. Сюда направляют свои стопы самые разнообразные культуры, даже мексиканские. И посмотрите, с какими интересными знаками. Женщины совершают паломничество в этот край, чтобы напитаться женской целительной силой, повысить свои детородные возможности. И только в Стоунхендже можно посвятить в рыцари афроамериканца, рожденного и проживающего в Великобритании. Интересные факты из Википедии. Впервые в районе Стоунхенджа военные учения были проведены в 1898 году. С того времени до Второй мировой войны Минобороны скупало большие участки земли в этом районе. В настоящее время во владение Министерства обороны 390 квадратных километров в непосредственной близости от Стоунхенджа. В 43-м году село Имбер в 15 километрах и деревушка Пархинтон были выселены. В статье про Имбер написано, что и по сегодняшний день село находится под контролем военных. В двух километрах к северу от Стоунхенджа расположено Королевское артиллерийское училище, которое проводит реальные стрельбы 340 дней в году. В 9 километрах на юго-восток за военным аэродромом расположена оборонная линия науки и технологии, работы которого в основном засекречены. В 17 километрах на запад от Стоунхенджа расположена база военного авиакорпуса и вертолетный аэропорт боевых Апачи. В районе Стоунхенджа не ведется сельскохозяйственная деятельность из-за опасности нарваться на неразорвавшийся снаряд, которых за столетия скопилось немало. Итак, вокруг Стоунхенджа на протяжении более ста лет закрытая территория, охраняемая, патрулируемая военными самолетами и вертолетами. Местных жителей выселили. Видимо, более подходящее место для строительства Стоунхенджа было найти сложно. Если посмотреть, строительство это не такое уж и мегалитическое. Оно не циклопическое, это не пирамида даже и строили его много лет. Сделано это все было тяп на обляп, даже при том, что очень серьезно подходили к этому строительству. Вот это литье на древний мегалит в общем-то и не похоже, как бы они ни старались. А эти древности совсем ни в какие ворота, халтура откровенная. Ручная бетонная мазня. Вот Стоунхенджа еще нет, лишь разметка и первые ямы под древность копаются. Газон уникальный и единственный, аккуратно срезан и сложен. На чистой поляне водружен камушек, однозначный брак. Нужно его срочно состарить и привести в порядок. А тут вообще какой-то модерн. Футуристы, модернисты, что с них взять? Творческая глубинка. Вроде тех, которые создавали и Наска. Представитель заказчика ужас как недоволен. Вот он показывает пальцем и говорит, а это что за дерьмовина. Пришлось реставрировать вот с такими формами и с надлежащей фактурой. Ну вот, совсем другое дело. Вот здесь выдавлена птичка формой, которую мы рассматривали выше. Загадочные надписи. Друида Плеяда Ариев. Вуаля! Чудинов, рассматривая трилиты Стоунхенджа, обнаружил надписи руницей, которые звучали так «Храм Рода» в разных вариациях, как обычно. Таким образом, незадачливые шовинисты Великобритании приписали строительство Стоунхенджа древней ведической славяно-арийской расе. Гадалки не ходи, они понятия не имели, что скопировали с древних построек. А здесь вот кто-то из строителей не удержался и подписал буквы латиницы. Конечно, такие блоки надо браковать. Здесь тоже. Приводят широко известное достоверное место во всех писаниях мира до 1954 года, где упомянут Стоунхендж. Отрывок из романа Харди про Тесс. Там есть эпизод, где персонажи бегут от полиции в фэнтезийную местность Манчестер и в ряду несуществующих объектов и городков встречают означенный Стоунхендж. Но полиция их и там достает. Проза жизни, увы. С этого объекта и делали проект данного реального Стоунхенджа, уменьшив линейные размеры в полтора раза. Писатель грезил Старой Англии нормандскими королями и легендами у Эссекса и часто изображал подобные вещи. Вот одна из них и воплотилась в 20 веке. Другими словами, на территории, охраняемой британскими военным ведомством, осознанно и целенаправленно был возведен данный центр древней цивилизации. Наследие великих предков, памятник человечества, ставший не сам собой ясно дело важнейшим культовым центром, не менее целенаправленно насаждаемой духовности. Нет сомнений, что и у самого наследия человечества и у духовности важным атрибутом, коей является данное наследие, и у науки, развернувшие вокруг этого наследия в колоссальных масштабах свои исследования, все тот же один заказчик. Что самое интересное, с каждым годом этих фотографий становится все больше и больше. Сколько же их тогда было понаделано? Страшно представить. Очень хорошо видно, на чем держится вся эта лепнина. Фейк под 30-е годы. Вот это фейк под 19 век, явно тут застарено под самые первые фотографии. То же самое, ведь надо было под старину все подделать. Начало эры эпохи воздухоплавания. Смотрим и ни на секунду не выпускаем из виду тот факт, что все эти подделки были сделаны в конце 20 века, то есть совсем недавно. Сейчас массово откуда-то извлекаются книги, но теперь уже понятно откуда, 15-х, 17-х, 18-х веков вот с такими гравюрами. Напоминаю, Стоунхенч был создан во второй половине 20 века. Вот забавная фальшивка. Фото якобы 1901 года, случайно попавшее в прессу и вызвавшее шквал негодования реконструкторами древности. Фотографию рассмотрели, тросы идут неправильно, ботинки вырезаны плохо и у людей нет теней. А вот забавный фотомонтаж якобы 1877 года. Здесь бросается в глаза ошибка фотомастера с масштабированием. Вставил карликов явно меньшего размера, чем должны быть люди. Подставляем размер реального человека в эту же композицию и видим, что фотомонтаж сделан с нарушением размерности. 1914 год. Канадские солдаты идут мимо Стоунхенджа. То есть понимаем, насколько масштабно идет подделка вглубь истории. Ради интереса проверяем и получается, что везде присутствуют цветовые ошибки. Это ж надо было врезать сюда вот эту колонну. Проще было бы, наверное, просто взять и ходить и снять на этой же местности, а потом застарить. Якобы принц Леопольд, сын королевы Виктории, отдыхает с компанией у Стоунхенджа. Тут забавно то, что угол тени от бутылки на земле и от шляпы на лице сидящего слева человека показывает такую высоту солнца, какой в Британии не бывает вообще, а только в тропиках. Главное, что должен увидеть любой ребенок – люди освещены с другой стороны, нежели чем камни. Кроме одного, левого сидящего. Ну как это возможно, а? Якобы фото 1880 года, так и тут умудрились наделать ошибок с тенями. Старинное фото 1909 года. Старая семейная фотография 1875 года найдена недавно. Ну понятно, как она найдена. Сделана она недавно. И ребенку видно, что это монтаж. Оба спицы и дамы затенены. С одной стороны части сбруи на шее и туловище лошади, с другой – камни с разных сторон. А вот не фальшивка. Мик Джаггер и Кит Ричардс, 1967 год. Нашлась и фактическая кинохроника, запечатлевшая будущий древний памятник человечества в разгар его строительства. В английском фильме «Маленькая задняя комната» 1949 года, американская отредактированная версия «Часть славы» вышла в 1952 году. Тут есть эпизод с несколькими кадрами на фоне фрагмента Стаунхенджа. Он никак не был обусловлен сюжетом, а просто вкраплен в фильм, как были вкраплены точечные упоминания в старинных хрониках. Без сомнения, объект запечатлен в ходе начатого в том же сезоне строительства. На нем полностью отсутствует газон, а есть только голый грунт. Часть древних мегалитов еще не поставлена, есть несколько интересных кадров, прежде всего снятые в непосредственной близости от Стаунхенджа. В этом кадре стоит дерево, которое потом убрали, нигде его на гравюрах мы не найдем. Местность полностью соответствует привязкам. Вот тут исследователи даже сопоставили и привязали движение камеры и движение актеров. И получается, что камера не могла пройти вот так по рельсам. Здесь не было еще три литов. И здесь также. Также здесь в кадре присутствуют три литов, которые в окончательной версии Стаунхенджа отсутствуют. А вот кадр другого фильма, который сделан как бы под старину. Здесь также не хватает тех три литов, по которым ездила камера. Также исследователи нашли карты, где внутри Стаунхенджа проходили две железные дороги, которые потом были убраны. Тут мы видим, какое количество дорог было сделано при строительстве, вот жилые дома рабочих. Официальный первый биограф Джон Орби в 1663 году по поручению короля детально обследовал Стаунхендж и опубликовал книгу. 60 лет спустя она попалась на глаза Вильяму Стакли. Он впечатлился, неоднократно ездил осматривать Стаунхендж и опубликовал в 18 веке две книги, содержащие очень аккуратное описание места. Считается, что книга в научном обороте с 1925 года, когда она попала в Оксфордскую библиотеку. В ней нарисован вот такой Стаунхендж. Совершенно ничего похожего на настоящий Стаунхендж нет здесь. Вот так выглядел Стаунхендж в 18 или даже в 17 веке. Старинные гравюры и даже замерили мегалиты в 18 веке. Мюнхенское издание 1809 года. А вот превосходный рисунок Блэйка. 1789 год. Конец 18 века. С подробным описанием. Смотрите, какие мегалиты он тут нарисовал. Какой маленький человек на коне. Итак, еще до строительства Стаунхенджа. Представление о Стаунхенджа было самое туманное в перспективе. Вот и пришлось сэром-документалистом барагозить кто в лес, кто под рова. И как мы видим, все представляли разные размеры. До поистине циклопических. В энциклопедии Гидро де Ламбере есть экземпляры 15 тома без статьи про Стаунхендж. То есть со Стаунхенджем было отдельное издание более позднее. Информационный этап фальсификации предшествовал этапу материальному. Не с пустого места был создан Стаунхендж. Еще несколько старинных рисунков. Все подписано, задокументировано. Совершенно разные они все. Разных эпох. Наверное, 18 век. Еще более старинные. Век, наверное, 15-16. Гравюр настолько много, что все показать будет просто невозможно. Но на примере вот этой подделки мы как по учебному пособию можем разобраться, каким образом производилась подделка всей истории. Пропорции очень нарушены. Все они на своих местах. Древняя древность. А это вообще похоже на библейскую историю. Не хватало только яблочек здесь и Адама с Евой. Смотрите, какие мелкие люди здесь. Самое интересное, вот эти двое закапывают кости гиганта. То есть великана. Может быть и великанов нам всем подделали. Напрашивается вопрос, а какие исторические книги вообще можно принимать за подлинные? Возможно, они просто вообще все подделаны. И нет неподделанных в принципе. А вот гравюра специально создана для того, чтобы объяснить, откуда взялось дерево. Еще и план пририсовали, чтобы не переспрашивали и не уличали. О чудо! Словарь 1658 года. Это 17 век. Страничка со Стаунхенджем. Перевод. Чудесная груда камней на равнине Солсбери, воздвигнутая по кругу канавы, в виде трех рядов, один внутри другого. Это нереально построенный объект под Солсбери из круга в один ряд с полукругом внутри. При желании можно рассмотреть статьи, многочисленные 17 и 18 веков. Они копируют статью об объекте из трех кругов камней. Понятно, что 17 и 18 века издания сделаны были также в 20 веке. В труде начала 18 века и в 17 веке в статье о Солсбери находим невероятную горную местность с крепостью и реками вокруг, по мотивам кои выбрасывалось огромное число горных Стаунхенджей. В издании 15 века поверх старого шрифта написано другим шрифтом. Напечатано, затерто и перепечатано. Итак, какой основной вывод мы можем сделать из всей этой мини-мегалитической стройки с полным протоколированием каждого этапа строительства? Во-первых, даже такое небольшое сооружение далось Великобритании как стране с большим трудом. Много раз переделывали, настроили целую инфраструктуру тогда как по всему миру объектов на порядок более мегалитичных тысячи. Как мы помним, к Стаунхенджу применяется даже не слово мегалит, а просто трилитон, три отливки. И настоящие это мегалиты выглядят куда более технологично отлитыми. Во-вторых, сделанное ранее заявление разными альтернативными исследователями о том, что истории Земли, той, которую мы знаем, никогда не существовало, полностью подтверждается на этом примере. Ладно бы построили сооружение и выдали за старинное, но внедрение его существования во множество разных старинных книг, якобы уже существовавших в средние века, не подтверждает его подлинность, а наоборот разоблачает всю индустрию книгопечатания, начиная со средних веков, и технологию встраивания в эту историю более поздних фальсификаций. Итак, мы в очередной раз окончательно и бесповоротно разоблачили официальную историю. Но социум инертен, и этот процесс в таком темпе может занять десятки лет. Соратник верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, весь мир воспрянет ото сна, и на обломках тайной власти, увы, не наши будут имена. Субтитры создавал DimaTorzok